Всем привет! Здесь мы поговорим о том, можно ли подклеивать постоянно к продвигаемому сайту какие-то другие домены, другие сайты. Подписчик канала спрашивает, существует ли лимит на подклейку? Условно, каждый месяц подклеивают два сайта к основному, допустим, и того 14 сайтов подклеены к основному. Это нормальная ситуация? За такое поисковики не наказывают? Смотрите, поисковые системы стараются определить, а манипулируют сейчас ими, или происходит какая-то естественная штука, которую сделали живые пользователи, или которая стала следствием активности бизнеса или активности проекта. И если у вас на сайте довольно слабая ссылочная масса, то есть на него мало ссылаются естественно, ну или даже не естественно, а просто постепенно наработаны другие типы ссылок, какие-то там ссылки с форумов, какие-то ссылки с каких-то социальных проектов, сервисов вопросов-ответов и так далее, ссылки с каких-то сильных каталогов, ссылки с сатей. Вот если эта масса накоплена за какое-то время, ну там за год, например, или за два, то у вас гораздо больше степеней свободы по использованию других инструментов, ну и по акценту на них. То есть если у вас эта масса накоплена, то вы можете подклеивать и подклеивать и подклеивать, и эти подклейки будут срабатывать. А если же у вас этого нет, и допустим у вас почти нет входящих ссылок нормальных, и вы начинаете клеить и клеить. Ну первую подклейку вы подклеили, увидели эффект и такой, ну о, круто, типа какой-то рост я получил. Делаете вторую подклейку, она вроде как тоже сработала. Вы такие, я нашел кнопку бабло и начинаю клеить и клеить и клеить. И уже на третьей-четвертой подклейке вы можете увидеть эффект, что этот же поисковик, который до этого реагировал хорошо, раз и реагировал плохо. Да, это может быть плохая подклейка, то есть это может быть домен, который вы клеите, сайт, который вы подклеили к себе, он может быть там не совсем подходящий, например. И это может быть так. Но с высокой вероятностью рано или поздно, а скорее всего вот при около нулевой стартовой ссылочной массе, уже на второй, третьей, четвертой подклейке вы увидите либо отсутствующий рост, ну либо очень слабый рост от этой подклейки. И к чему я веду? К тому, что когда вы используете только одну механику какую-то, ну пытаетесь продвигаться только краудссылками, или только статейными ссылками, или только подклейками, то каждый из этих инструментов в отдельности будет довольно, ну таким палевным для поисковых систем. И работать будет хуже. Санкции на данный момент ни в Яндексе, ни в Гугле, уже много лет я прям жестких не видел, что прям явно вот сейчас позиции обвалились, потому что там были ссылки. Ну то есть отрицательное влияние этих ссылок крайне маловероятно. Но нулевое влияние или зануление влияния через время очень-очень вероятно. То есть вы вполне можете даже расти в результате всех этих 14 подклеек, а потом в очередной или коробдейт Гугла, или просто через некоторое время сайт вернется на позиции, которые были до этих подклеек. То есть они не сработают в минус, но они перестанут давать плюс, который они давали, и это довольно частая ситуация. Поэтому старайтесь имитировать максимальную, ну такую естественность. То есть ну сайт не может, ну в большинстве случаев, не может купить кучу бизнесов других, поглотить, объединиться и так далее. То есть это неестественно. И когда к какому-то проекту идет большое количество подклеек, ну то это для поисковиков неестественно. Они стараются не давать бонус этому сайту, так как будто это вот объединение кучи компаний. Поэтому не используйте это вот в один только инструмент, а разнообразьте и делайте это постепенно, и вполне себе можно использовать. Ну 14 подклеек это на самом деле даже при комплексной системе, когда вы еще других типов у вас много, ну на самом деле перебор. Мы так много не используем, обычно мы используем несколько всего, ну там 2, 3, 4 подклейки. Обычно этого достаточно. Просто подклейка должна решать какую-то конкретную задачу, а не просто веса нагнать или еще для чего-то. На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях. Пока-пока.